Всем привет! В данном обзоре мы рассмотрим высокопроизводительную новинку серии Asus Strix на основе AMD Radeon R9 390. В сравнении с AMD Radeon R9 290 новинка получила хоть и переименованная в AMD Grenada Pro, но по сути уже знакомое графическое ядро AMD Gavi Pro, которое включает в себя 2560 потоковых процессоров, 160 текстурных модулей и 64 блока растеризации. Что же касается подсистемы видеопамяти, то её объём повысили с 4 до 8 гигабайт, а эффективную частоту работы увеличили с 5 до 6000 МГц. Взглянув на приведённое сравнение, становится очевидно, что GPU AMD Grenada Pro является прямым наследником AMD Gavi Pro и базируется на той же вычислительной микроархитектуре AMD GCN 1.1. Однако по заявлению компании AMD новое ядро было существенно доработано. Asus Strix R9 390 поставляется в достаточно крупной коробке, выполненной из плотного картона и украшенной оригинальной и стильной полиграфией с логотипом линейки Asus Strix. Обратная сторона упаковки традиционно отведена под более подробное описание преимуществ новинки. Исходя из рекомендаций производителя, блок питания должен обладать мощностью не менее 750 Вт и выдавать минимум 24 А по линии 12 В. Также тестируемая модель требует подключения двух кабелей PCIe – одного восьмиконтактного и одного шестиконтактного. В комплекте с графическим адаптером мы обнаружили стандартную документацию, диск с ПО и переходник для питания. Модель выполнена на оригинальной печатной плате чёрного цвета с эталонным принципом компоновки. Используемая элементная база соответствует фирменной концепции Super Alloy Power 2 и включает в себя исключительно высококачественные компоненты. Питание новинки выполнено по усиленной десятифазной схеме, где 8 фаз отвечают за питание графического ядра, а две предназначены для подсистемы видеопамяти. Для питания тестируемого графического адаптера используется слот PCIe X16 и два разъёма PCIe – 8 и 6 контактный, расположенный на боковой стороне платы. Вследствие больших габаритов, кулер слегка затрудняет отключение кабелей PCIe. Для вывода изображения на тестируемой новинке используется следующий набор интерфейсов – DVI-D, HDMI и 3 DisplayPort. Видеокарта с установленной системой охлаждения ASUS Direct Q3 занимает два слота расширения и имеет общую длину 300 мм согласно официальному сайту и 314 мм согласно измерениям нашей тестовой лаборатории. Охладитель состоит из достаточно массивного радиатора, в конструкции которого применяются 47 продольно расположенных алюминиевых пластин и 3 88-мм осевых вентиляторов с улучшенной формой лопастей, закрепленных на пластиковом кожухе. Для равномерного распределения тепла по всей площади радиатора применяется 5 медных тепловых трубок разного диаметра. Рёбра радиатора и тепловые трубки покрыты слоем никеля, который призван снизить падение эффективности ISO в процессе эксплуатации, вызванное окислением металлов. Стандартно для кулеров ASUS Direct Q применяется схема непосредственного контакта тепловых трубок с поверхностью графического процессора через небольшой слой термопасты. Отдельно отметим, что основная система охлаждения контактирует напрямую с силовыми элементами подсистемы питания при помощи термоинтерфейса, а вот микросхемы памяти, к сожалению, лишены какого-либо дополнительного охлаждения. При автоматическом регулировании скорости вращения лопастей вентиляторов в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелось до 90 градусов, а кулер при этом работал на 55% от своей максимальной мощности. Шум при этом по субъективным ощущениям находился ниже среднего уровня и был комфортным для повседневного использования. В режиме максимальной частоты вращения лопастей вентиляторов температура GPU опустилась до 80 градусов. При этом шум вполне логично превысил средний уровень и стал некомфортным для продолжительной работы возле ПК. При отсутствии нагрузки частоты работы графического ядра и памяти автоматически понижаются. В таком режиме температура GPU не превышала 56 градусов, поскольку вентиляторы вообще перестали вращаться и система охлаждения работала в полностью пассивном режиме благодаря технологии 0 дБ фан. В целом кулер тестируемой модели проявил себя хорошо, продемонстрировать необходимую эффективность охлаждения и комфортный уровень шума при повседневном использовании. Напомним, что на IT-портале Geyset.com можно самостоятельно выбрать оппонентов для тестируемой видеокарты и моментально получить результаты тестов. Начнём, пожалуй, с самого интересного, а именно со сравнения производительности новинки с предыдущим флагманом в лице AMD Radeon R9 290X. В результате Asus Strix R9 390 оказалась в среднем на 7% производительнее. Как видим, благодаря более высокой частоте, небольшой оптимизации и улучшенной подсистеме видеопамяти новинка смогла превзойти прошлогоднего флагмана. Что же касается сравнения с конкурентами от Nvidia, то GTX 970 в среднем уступила на 2%. GTX 980 вырвалась вперёд на 10%, а GTX 980 Ti смогла оторваться на 49% или 44% для теста Full HD разрешения. В целом, производительность новинки находится на отличном уровне, которого вполне достаточно для комфортной игры на максимальных настройках графики и разрешении Full HD или QHD. Во многих играх Asus Strix R9 390 демонстрирует необходимую частоту кадров для комфортного погружения в 4К Ultra HD на максимальных настройках. Обратной стороной медали является энергопотребление, которое для системы с тестируемым адаптером достигало 503 Вт. При помощи утилиты Asus GPU Tweak 2 напряжение графического ядра было поднято на 12 мВ, что позволило разогнать GPU до 1100 МГц. Видеопамять при этом удалось ускорить до 6480 МГц. В процессе оверклокинга система охлаждения была переведена в режим максимальной производительности. Как видно из скриншота, температура на графическом процессоре поднялась до 93 градусов. В результате нам удалось добиться в среднем почти 4% прироста в частоте смены кадров, что позволяет новинке еще больше оторваться от AMD Radeon R9 290X. Подводя итоги нашего знакомства с видеокартой Asus Strix R9 390, в первую очередь хочется отметить, что у компании AMD определенно удалось освежить версию AMD Radeon R9 290, увеличив объем видеопамяти, повысив частоту графического ядра, а также проведя ряд доработок и оптимизаций. Конечно же, одним из ключевых достоинств ребрендинга является снижение стоимости новинки, с 399 долларов до 329, для моделей с эталонным дизайном. В свою очередь компания Asus добавила ряд улучшений от себя, поэтому уровень производительности модели оказался в среднем на 7% выше предыдущей флагманской видеокарты AMD Radeon R9 290X. Главным же противником новинки выступает GTX 970. По уровню производительности между ними наблюдается некий паритет с преимуществом в 1-2% в пользу Asus Strix R9 390, однако энергопотребление GTX 970 значительно ниже. Подводя окончательный итог, отметим, что Asus Strix R9 390 является удачной и качественной модификацией AMD Radeon R9 390, которая будет отличным выбором для настоящих игроманов, готовых к ее высокому энергопотреблению. С детальным обзором видеокарты можно ознакомиться на IT-портале 10.com, перейдя по ссылке в описании видео. Всего вам хорошего и до скорого!